добрый день мы с вами общались может полгода назад может год назад может быть у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет я не против я вас слушаю говорите так в общем хотел поблагодарить сначала за ваши труды за то что намного глаза открываете вот хотел бы вам засвидетельствовать как приняло крещение полным погружением вот интересно сначала как я узнал что надо креститься полным погружением у меня прямо это как-то задело изнутри прям все перевернуло может сказать и вот думала как так ну почему все обливают если столько людей много чего делать ну как-то в голове не умещалась я начал вопрошать в молитве ответа бога наверно года два меня это мучил и вот мне на почту приходит письмо с просьбой я занимаюсь видеосъемкой там снять что-то аэросъемкой и контакты даны захожу на контакт это вконтакте там смотрю ссылка на священника проходит священник вышел на меня и вот я с ним связался приезжаю в храм туда ему надо было снять храм с аэросъемки просил и вот я зашел храм смотри стоит купель для полного погружения это не в моем городе это за 20 километров а то я сразу понял что это ответ прям вот реально и думающая еще и поговорю с ним чтобы удостовериться и он поговорил с ним он говорит да надо полным погружением все горит мы не тоже это там ругают и в общем покрестил меня полным погружением даже не за копейки разговора деньгах даже вообще не шел вот так получилось интересно интересно слава христу да вопрос есть как вот объяснить почему мы помолимся крик кресту животворящему от как это по библии можно объяснить а по библии так что все ветхозаветнее было образом тенью будущих благ и вот когда нужно было сказать людям что-то люди не слышали бог обращается к неодушевленным предметам и говорит пророк скажи жертвеннику на котором камни лежали и приносили жертву быка заколали а жертвы это же мертвое и он сказал и жертвы и должен был быть свидетелем на нем будут сожигать кости лжепророков а жертвы ник образно но на нем жертва а жертва кто в основном зовут и христос вот идет агнец божий который берет на себе грех мира евангелия тяна 129 его положили куда на крест крест это жертвенник поэтому и обращаясь жертвеннику на котором находится христос не просто крест мы даже это понимать и обращаясь к нему как свидетелю великой жертвы пропитанному кровью христовой и поэтому получаем ответ следовать за ним возьми свой крест это соединяется наше страдание направлено на прославление христовых страданий все тут все на месте стоит так понятно читал книгу от числа книга чисел там 22 главе вот случай со словом со слицей до потом говорит кого ты не портал говорит что иди пойдет с ними валом до валом он говорит иди пойди с ними а потом уже он возгневался за него за то что на него за то что он пошел с ними я с лицом начала противиться как так понять да потому что он уже согласился идти за деньги до этого то впереди надо считать он уже разложился и он пошел готов ну пошел туда иди на господь поставил препятствия а как по-другому надо было он знал что у него внутри он остановил его и люди идут иногда а цель прикрытая и ангел останавливает была авария человек едва вышел из аварии горит у тебя согласился на самом деле это худо было и вот здесь а с лица остановила безумие пророка об этом говорят и апостолы уже упоминают что сын георов а потом когда израиль захватывал эта местность этот валом был уже убит это смертельный грех был тогда понятно даже не внимательно читал до впереди посмотрите он за деньги уже согласен был а господь его вразумил теперь пошел он благословлять этот избранный богом народ от авраама идущий и поэтому мы для себя должны взять куда бы мы ни шли как бы нам плохо не было никогда не понять не поноси семя авраама у евреев они захватили все они революции делают они погубили наш народ я нигде ничего не опровергаю я только говорю не поносить и облагословляйте семя авраама это будешь благословлен вот моей жизни удивляются все это вы сделали это невозможно я благословлен у бога почему его благодать я никогда не проклинал народ божий платил десятину вот два пункта а остальное все внутри сейчас минуточку все это на подушке ну-ка да просто сынком тут нянчись о но 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 с богом да благословит господь вас понятно вопросами по монашество вот вы говорите что монахи должны проповедовать ходить так это не я говорю это господь сказал идите по всему миру а перед ним стояли апостол они монахи были не женатые ну вот у меня такой вопрос вот были же монахам там видение там к силуану афонскому например христос являлся там богородица там ну ко многим монахам почему допустим им не было они не открыли им что идите вот проповедуйте а зачем открывать когда оно открыто уже видение никогда не приравняется к тому что сказал христос видение мог быть дьявол он любой образ принимает христа богородицы он одно не может показать крест это единственное и анка сян говорит он не может показать крест крест это любовь полонию любви нету креста то смирение перед вышестоящим перед богом отцом а у него нет смирения он у него с материалу нету и поэтому когда здесь говорят а почему им видение не было на так и можем что угодно говорить зачем она видение то какое-то видение так какие доказательства что-то видение и чтобы там кто-то был и кто тот придет и будет говорить против значит будет она пьема считаем послание галатам 189 хотя бы мы или ангелы с неба видение явится там наяву и будут говорить не то да будут преданно на пьеме вот и весь ответ нам не надо слушать эти басни и он зато узгарте а не нуждаюсь в этих чудесах вера побеждает все вера превыше всего верит в осуществление ожидаемого уверенность невидимым невидимым а тут видимо им нужна эта слабость веры монахом это обидно да мало ли еще ну понятно вот с крещением вот это такое почти все обливает почему вот это как будто они не знают что ли вот ну прям в голове тоже не укладывается вот эта мысль я отвечаю определенно церковь это корабль и руководство захватили пираты больше никак почему они не говорят что патриарх алексий второй запретил категорически нигде не крестить обливанием только полное погружение я пишу уже 50 лет им сейчас во многих храмов строят купели все равно дело-то движется как-то на это не надо смотреть а они не хотят они хотят портит значит это определяем слепец а тебя ведет от и открой глаза то куда идешь полный полный погружение христос как крестился не в чашки а где гордане а где крестил я где много воды было близи но на где крестил князь владимир в крещатике в днепре счету доказывают то крещение переводится одним словом погружение то уфан баптизен нету другого слова крещение то у русских только взята везде во всех языках стоит слово погружение трижды погружен благодарю за беседу просто тут особо отвлекает меня давно не отвлекайте держите его на руках то ребенку больше ничего не надо мне просто поставили в общем чего хотелось самое главное засвидетельцы чтобы люди знали тоже ну хорошо вы в каком городе живете живете где я из города муром муром понятно это у вас илья муромский то был герой-то и герой-то были на илья маме да 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 ну и вы должны быть подобные ему сильные до свидания